Мультик про мальчика про инвалида, который позитивно смотрит на жизнь, который старается делать приятное другим людям. Несмотря на то, что у него проблемы с ногами, он дарит счастье другим людям, он сам рад, что он вообще есть. Творческая студия существует уже второй год и за это время дети создали около 10 различных мультфильмов. Идея появляется во время вечернего чтения. Воспитанники «Паруса надежды» выбирают любой рассказ и начинают работать над его воплощением. Пластилин – любимая техника юных мультипликаторов. Мы хотим сделать мультик про тучку, которая была сначала злой, потом немножко доброй, а потом совсем доброй стала. Вот злая, вот добрая и вот я начинаю делать самую добрую. Преподаватели говорят, что такая форма работы с детьми инновационная. С героями своих мультфильмов многие ассоциируют и собственную жизнь. И так намного легче принять трудности и выразить свои чувства. Кроме того, творчество намного эффективнее, чем лекции и воспитательные беседы. А результат труда виден почти сразу. Всего один час лепки и уже можно посмотреть свой ролик на экране. Дети очень любят фантазировать, воображать. Но это вообще удивительная возможность своей фантазии вообще воплотить. Сразу его вот эта идея, фигурку, которую он придумал, он даже какую-то чупакабру какую-то выдумал сейчас. И она хопа и пошла куда-то. И ребенка этого удушевляет очень сразу. С работами мультипликационной студии недавно познакомились губернатор края Владимир Миклушевский и вице-премьер России Ольга Голодец. Заместитель председателя правительства даже попросила воспитанников паруса надежды подарить ей мультфильм «Оптимист Никита», чтобы творение юных мультипликаторов увидело как можно больше детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Екатерина Федорова, Александр Каноненко, Панорама.